Андрей Колесников, Знание ЖАТОМ. Расскажу про соцсеть ВК в 2022 году. Государство и экосистема куда идет? Является он сейчас альтернативой Facebook, Instagram. В 2022 году холдинг Mail.ru Group, сменив название на ВК, стал квази-государственным. Какова теперь его стратегия? Давайте разберемся. 22-й год представил шанс IT-сервисам России. Посмотрим, как они воспользуются этим шансом импортозамещения. Я планирую развивать свои страницы ВК и другие сервисы, Яндекс.Зенк, Церутьюм. Поэтому под видео есть ссылки на мои каналы, подпишитесь на них, давайте будем на связи. Итак, в сентябре, в октябре даже 2018 года, миллиардер и основной владелец UCM Алишер Усманов ушел из совета директоров Mail.ru Group. По сути, компания тогда перешла в руки менеджмента. Высокотентологичные компании вообще должны руководить молодое поколение, талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса. Так, скорее всего, и рассуждал Усманов. Спустя три года он вообще избавился от этого актива, продав долю UCM близким государству структурам. За четыре месяца Mail.ru сменила название акционеров и стратегию развития. Началось все в марте 2021, когда Усманов поссорился с главой Сбербанка Германом Греф. Вероятно, сейчас в ВК происходит такая ползучая национализация. В конце 2021 о выходе из ВК объявил Сбербанку, который продал Газпромбанку за почти 13 миллиардов рублей 36% компании МФ Технологии, акционеры ВК. У Сбера и ВК остается совместное предприятие ОТО. Он владеет таксист Ситимобил, каршерингом Ситидрайв, Деливер Клаб, сервисом экспресс-доставки продукта Самокат и другие. Но о разногласиях у партнеров СМИ сообщали не раз. В марте 2021 Сбер и ВК, находящиеся на грани развода, обратились в Кремль по поводу согласования раздела активов. Раздел активов и поиск новых акционеров UCM и Сбера обсуждали в администрации президента, так как отношения главы банка Грефа и Усманова сильно испортились. Усманов хотел выйти в кэш, партнерство трещало по швам примерно по тем же причинам, что и привели к разводу Сбера и Яндекса. Не было ясности, кому принадлежат клиенты СП и как правильно развивать компанию. Считалось, что ВК это договороспособная компания, а Сбер не умеет играть в равные позиции. Один из вариантов раздела активов предлагал, что Сберу достигнется Ситимобил, а ВК компания связана с едой и доставкой. В течение 2021 года в Ситимобиле ждали продажи агрегатора такси Сберу, но этого не произошло. В декабре 2021 UCM объявила о полном выходе из ВК. Холдинг Усманова продал 9% Газпромбанку с 45 технологиям страховой группе СОГАЗ среди ее акционеров Юрия Ковальчук. Затем Газпромбанк передал 45% в МФ технологии Газпроммедиа. Сначала UCM ввел переговоры о продаже своей доли Ростелекома. Сделка не состоялась, так как, во-первых, у Ростелекома после покупки Теледва было недостаточно свободных средств. Во-вторых, такая сделка выглядела как полное государствление. Ростелеком почти всегда рассматривают как возможного держателя актива, если речь идет о передаче каких-либо компаний де-факто государства. Сделка с СОГАЗом выглядит как продажа пакета ВК частной организации. Смена акционеров сразу повлекла за собой и смену гендиректора. Вместо Бориса Добродеева, сына директора ВГТРК, компанию возглавил бывший первый вице-президент Ростелекома, сын первого заместителя главы администрации, президента Владимира Кириенко. В середине декабря 2021 Греф рассказал, что уже встречался с новым руководителем ВК. Греф сказал, что мы с ним договорились о дорожной карте, очень плотной работе в ближайшие месяц-полтора, чтобы уладить вопросы, которые у нас остаются в совместном бизнесе. И для того, чтобы расширить партнерскую работу. Греф сказал, что у нас всегда были хорошие отношения с ВК и мы договорились о том, что мы пойдем еще дальше. Дальше. ОТО продолжает работать, а Сберы обсуждают с менеджментом ВК разные стратегические опции для совместного предприятия. Но никаких решений пока не принято. Кадровые перестановки в ВК начались сразу после назначения Кириенко. Уволили сразу два вице-президента. Старшим вице-президентом по медиа-стратегии и развитию сервиса стал Степан Ковальчук. Ранее он отвечал за развитие бизнеса ВК. Еще два вице-президента перешли из Ростелекома. Один из них Александр Айвазов в 2009 году вместе с Кириенко запускал проект премиум кинотеатра Романов-Синема. А в 2013 партнеры организовали венчурный фонд Титаниум Инвестмент на 47 миллионов долларов. Вскоре после того, как в 2016 Кириенко стал старшим вице-президентом Ростелекома, он вышел из фонда. В ВК Айвазов стал старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса. Вице-президентом по стратегиям и связям с органами власти назначили Ирину Серенко. Ранее она занимала аналогичный пост в Ростелекома. У Владимира Кириенко были натянуты отношения с главой Ростелекома Михаилом Осиевским. Осиевский занимается стратегией и общением с правительством, а Кириенко отвечал за операционную деятельность. Им было тесно работать в Ростелекоме. Обсуждалось, что Осиевский пойдет на повышение, станет главой Минцифры или губернатором Санкт-Петербурга, а Кириенко займет его место. Но Осиевский остался на посту и у них с Кириенко начались пересечения в работе. Взаимное пыление ВК планирует интегрировать соцсети с госуслугами. Госуслуги и ВКонтакте вошли в список бесплатных сайтов для россиян. Операторы связи обязаны предоставлять к ним доступ абонентам даже при отрицательном балансе согласно проекту «Доступный интернет». При этом подключить доступный интернет могут только пользователи с верифицированным аккаунтом на госуслугах. То есть они указали данные паспорта с НИЛС в личном кабинете, а потом подтвердили свою личность в банке через почту России или в МФЦ. Государство все больше хочет знать о своих гражданах, в том числе об их политическом, экономических и прочих предпочтениях. Наличие аккаунта ВК в связке с авторизацией через госуслуги может существенно упростить задачу государства по контролю за пользователями. После смены акционеров и менеджмента ВК возник ряд вопросов о том, означает ли эти изменения более широкое участие государства в интернет-секторе в России. «Газпром» уже консолидирует различные медиа-активы, а «Сагазу» принадлежит около 21% акций НМГ, национальной медиагруппы, 20% Первого канала, 18% РЕН-ТВ. А теперь страховая компания стала совладельцем двух самых популярных в России соцсетей – «ВКонтакте» и «Одноклассник». Ну, важный вопрос, что с бизнесом ВК. Главной задачей Кириенко в ВК будет развитие именно соцсети. В России аудитория «ВКонтакте» составляет 72 миллиона активных пользователей, а в мире 97 миллион. Основной показатель, за который ВК будет биться – это время, потраченное пользователем соцсети – «Таймспенд». Аудитория в возрасте от 12 до 24 проводит «ВКонтакте» 46 минут в день. Это самая активная возрастная группа. Но чем старше аудитория, тем меньше времени она тратит в соцсети. Пользователь в возрасте от 55 проводит «ВКонтакте» всего 17 минут в день. Ростелеком и НМГ считают, что они тоже не чужие для ВК и могли бы продвигать свои сервисы во «ВКонтакте». В последнее время активно обсуждалось появление во «ВКонтакте» платных видео. Интеграция в главную соцсеть России принесла бы значительную выгоду и онлайн-кинотеатру «ВИНК», за запуск которого в Ростелекоме отвечал Кириенко и платформе «Премиум». Премьер от «Газпром Медиа». Партнерство между «Газпром Банком» и «ВК» возможно и на уровне программноярности. У «ВК» есть подписка «ВК Комбо» с 3 миллионами подписчиками. И она дает дополнительные скидки на такси, заказ еды, покупки. А у «Газпром Банка» подписка «Огонь», которая дает бесплатный доступ к «Премьер» и другие бонусы. И их можно было объединить. Смена акционеров «ВК» скорее всего приведет к изменениям в стратегии компании, включая потенциальную реструктуризацию активов и более пристальное внимание к контенту. «ВК» приведет аудит своих сервисов, они достаточно разношерстные. И у них один из лучших гейминговых сервисов России. Почтовая система, проект по онлайн образованию, доска объявлений. Все развивалось невозможно и придется делать выбор. В общем, неопределенность вокруг компании и ее стратегии выросла. Теперь посмотрим историю «ВК». «ВК» доступен сейчас на 86 языках. Позволяет сейчас переводить деньги и позиционирует себя платформой для продвижения бизнеса и решения повседневных задач с помощью мини-приложений. В общем, планируется стать экосистемой. «ВК» находится в центре так называемой экосистемы «ВК», которую развивает ВК. Экосистема объединяет проекты соцсеть ВК, платежный сервис ВК, сервисы для заказа еды и продуктов Delivery Club и самокат, платформу ВК Mini Apps, это мини-приложение такси ВК, еда ВК, ВК, работа и прочее. Сервис заказа такси CityMobile, голосовой помощник Марусин. В марте 2021 ежедневная аудитория платформы в России составляла 48 миллионов, ежемесячная российская аудитория 73 миллиона. Каждый день ВК посещает 47% российских интернет-пользователей. При этом ежемесячный охват Рунета достигает 76%. Общая месячная аудитория во всех странах 47 миллионов пользователей. В 2021 году сайт ВК занимал 15 место в мире по популярности. На выбор названия сети оказалось влияние два фактора. Во-первых, ее создатель Павел Дуров переосмыслил фразу в полном контакте с информацией, которая являлась джинглом радиостанции Эхо Москвы. Во-вторых, среди вариантов названия искались те, которые не будут ассоциировать сайт с определенными социальными категориями и классами. Для этого идеально подходило слово «Контакт». В 2012 году один из основателей соцсети Лев Леви рассказал, что одним из вариантов названия на этапе стартапа был «StudentList». В 2007 году ВК стремительно набирал популярность. Сообщалось, что с конца февраля по середину ноября число пользователей увеличилось со 100 тысяч до 3 миллионов. Представляете, рост в 30 раз. Меньше, чем за год. Список учредителей ВКонтакте. Миро Ильшвили были 70%, Павел Дуров 20% и Лев Левиев 10%. В 2008 год ВКонтакте стал самым популярным интернет-ресурсом в России. А в украинском сегменте интернета сайт уступал лишь Google и Mail.ru. В начале декабря сервис посещало большее число пользователей, чем соцсеть «Одноклассники». В 2010 году в ноябре зарегистрировали 100 миллионов пользователей. Запущена собственная платежная система. Mail.ru.group оценила всю компанию в 1,5 миллиарда долларов. В 2011 год Управление К.МВД России возбудило уголовное дело по статье 146 Уголовного кодекса России «Нарушение авторских и смежных прав в отношении жителя Москвы», который разместил на своей странице 18 аудиозаписей музыкальной группы, число скачиваний которых другими пользователями составляло свыше 200 тысяч. По данным МВД, правообладатель понес ущерб в виде недополученной выгоды в размере 108 тысяч рублей. В мае появилась возможность применять хэштеги в своих записи. В июле ВКонтакте отказывается от платежной системы. В 2013 год ВКонтакте произошла чистка музыки в связи с принятием Госдумы антипиратского закона, позволяющего блокировать сайты, на которых размещены композиции без разрешения правообладателя. В ноябре на территории Италии был закрыт доступ к сайту в связи с нарушением авторских прав. В 2014 год Павел Дуров продает свою долю в компании. В феврале началась проверка экономической деятельности компании за предыдущие годы. Под видео можно посмотреть обзор интернет-цензуры в России. У фонда были претензии к тому, что Павел Дуров развивает свой личный проект на деньги компании. В апреле Павел Дуров ушел с тваста генерального директора ВКонтакте, объяснив это сокращением имеющейся свободы действий. В сентябре Mail.ru Group стала единственным владельцем ВК. Генеральным директором компании ВКонтакте назначен Борис Добродеев. В июле 2015 в ВКонтакте запускает фестиваль ВК-фест. Организаторы пробуют перенести в офлайн самые разные онлайн интересы пользователей. Мероприятие пустило более 50 тысяч человек. В апреле 2016 правительство России открыло официальную страницу в соцсети. Появилось мобильное приложение с легальной музыкой для устройства Apple. В июне появилась возможность включить умную ленту. Алгоритм меняет порядок новостей, отображая интересные записи выше остальных. К концу 2017 на умную ленту перешли 85% пользователей. В сентябре запустили два новых сервиса. Денежные переводы, позволяющие совершать денежные переводы между пользователем сайта через личные сообщения. И второй сервис это голосовые сообщения, дающие возможность обмениваться аудиосообщениями в личной переписке. Также было запущено тестирование платформы для игровых онлайн трансляций ВКонтакте. Борис Добродеев, генеральный директ ВКонтакте, занял должность CEO Russia в компании Mail.ru Group. Как следствие, соцсеть осталась без главного руководителя. В апреле 2017 всем пользователям и сообществу стала доступна возможность организовать прямые трансляции на ПК. Появилась возможность организовать круглосуточные эфиры, проводить репортажи при помощи специального оборудования, делиться видео с экрана компьютера. Другие возможности. В 2018 году, в феврале, появилась возможность собирать деньги на совместные покупки. В беседах появились денежные переводы. В апреле ВКонтакте объявила о поддержке авторов телеграм-каналов. В рамках запущенной программы авторы каналов, аудитория которых превышала тысячу подписчиков, получили бесплатное продвижение через рекламу ВКонтакте. В июне заработал алгоритм защиты уникального контента, немезида. Каждый пользователь может пожаловаться на неоригинальный контент через специальную форму. Кроме того, искусственный интеллект в автоматическом режиме ищет повторяющиеся публикации и отправляет жалобы команде модераторов. В июне 2018 компания запускает платежную платформу ВКП. С ее помощью можно оплачивать товары и услуги прямо ВКонтакте. Например, те, что предлагает сообщество. В 2019 году, в феврале, ВКонтакте начала продавать товары с Алиэкспресс. 1 апреля соцсеть запустила внутреннюю валюту ВК Коин, которая была доступна для заработка на протяжении 10 дней. В апреле ВКонтакте представила нейросеть, создающая новостные заголовки на основе текста РИА Новости. В мае ВКонтакте запустила платформу биржа авторов, где можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов, копирайтеров. В октябре Mail.ru Group, Megafon, USM, RFPI, Ant Group объявили о создании на образе ВК совместной платежной системы для российского рынка. В феврале 2020 ВКонтакте объединил сервисные денежные переводы с карты на карту между счетами ВКП. Объединенная система автоматически выбирает и предлагает пользователю подходящий способ перевода в зависимости от суммы. Платежные системы, карты, лимитов и наличие кошелка ВПП. В мае 2020 ВК появляются групповые видеозвонки. Звонки теперь можно собирать 128 участников, присоединиться к разговору, получить без профиля в соцсети и без лимитов во времени. В июне ВК запустил платформу Клипы, которую тут же назвали «Русский ТикТок» из-за схожести идеи и функционала. По отчетам компании в день примерно 7 миллионов пользователей стали пользоваться клипами. Клипы ВКонтакте – это бесконечная лента коротких вертикальных видео. Одна из ключевых особенностей съемки клипов – управление с помощью AR-механики, дополненной реальностью. Начать запись ролика или включить эффект можно специальными жестами. За первый месяц клипы собрали больше 3 миллиардов просмотров. В июне ВКонтакте анонсировал новую функцию – распознавание и расшифровка голосовых сообщений длительностью до 30 секунд. В сентябре 2020 ВКонтакте представляет единую подписку ВК-комба. В ней собрана подписка на музыку ВКонтакте, скидка на такси, доставку еды, другие сервисы партнеров. ВК-комба стала одной из самых выгодных подписок в России. Она стоит 169 рублей в месяц. В октябре 2020 ВК-пэй совместно с банком Хоум Кредит запустил рассрочку прямо внутри ВКонтакте. В нее пользователи платежного сервиса можно приобрести как товары и услуги внутри соцсетей, в мини-приложении Алиэкспресс, а также на сайтах магазинов партнеров. К концу 2020 года количество клиентов платежного сервиса ВК-пэй превысило 16 миллионов человек. Под видео вы найдете текстовый конспект моего рассказа, также ссылку на видео про интернет-цензуру, где большой роль уведено роли Дурова и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч!